Ребята, всем здорова! Мы с Фёдором сегодня выбрались на речку, на реку Вятку. Наверное, один из последних выездов, потому что погода начинает портиться. Но Фёдор сказал, что ни хрена подобного дома мы сидеть не будем. Всё равно мы должны, должны, мы обязаны поймать пятниструю или судака. Поэтому вот качаем лодку и попырём. Я думаю, что хировчане, кто тут рыбачит, знают на стене старт. Вот туда поплывём. В прошлом году там очень шикарно отловились. И весь сезон мечтали там побывать ещё раз. Ну, вода чуть-чуть упала, ещё. Ну, я думаю, дальше падать она уже не будет. Так что, сейчас туда переплывём, будем пробовать работать, так сказать. Вот, осенняя вятка. Дубак, конечно, нереальный. Сколько бы градусов 6 и ветер такой достаточно свежий, так сказать. Ну, что делать-то, рыбачим? Ну, что, ребята, мы добрались. Практически. Форсировали вятку на утлой плотчонке. Нет, она утлая. Ха-ха-ха. Всё. Здесь мы будем гонить. Вот тут течение пошло посильнее. Всё? Сильнее течение. Да. Жерех бегал здесь. Ну, поймать его вряд ли получится. Ну, конечно, мы попробуем. Вот такая тут, такие виды Симоновского острова. Всё, да, готовится. Сейчас лодку вперед, да? Туда её дотащим? Она поплыла. Да, было. Она дотащила, да. Ну, это зоно. Ну, да. Да, чё, как-то вроде в том году тут глубже даже будет. Ну. О, вы, чё. Ладно, импулу уберём. Вечер, конечно, экстремальный. Тащи давай, Фёдор. Я-то думаю, что к сматьке получше будет воблеров. Огорона поставлю. Он такой чистый, весной воблер. Всё, хватит, нельзя, как так. Вот. Пантун 110-й, Огорон. Да, неплохой. Кстати, воблер. Ветер. Достаточно. Чё, если я его нацеплю? Ну, значит, я его нацеплю. Ну, я здесь пока так по верху его попытаюсь провести. Блин, выдувают с ногу все. Так, ну чё, на Минохе пока не взлюёт. Попробуем тогда погонять кранки. Косодако Рейланд. Вот, если видно, как он играет. Фёдор на Кастмастер пытается на своём прошлогоднем месте поймать суку, такую же точно. Но, походу, всё изменилось. Не клюёт, пока не клюёт. О, маленькие рыбки. Ух ты! Вот это да! Да, есть. Фу, он дрогнул носик. Чёрт, погри. Фу, реакция хищника на кранк. Так, осталось только его как-то соблазнить на поклёвку. Во, созрел шиполник. Можно собирать. Чтобы зимой пить полезный чай. О, уже высохший. Я рисую перебраться на другое место. Потому что на этом нифига не клюёт. вон тут высоковольтка. Невероятная конструкция. Попрём по берегу. Попрём по берегу. Мышка напугала шокотина. Здорово. Блин. Жирная. Жирная. На зиму тоже отожралась, блядь. У нас в лодке хапчик, как они бы не спороли его. Блин. А вот тут прикольно. Или всё мелко. Блин. Куда ещё следишь, да потом залезешь назад. Ладно. Сходим подальше. Ну вот. Моют песок. Слушайте как он. По трубам слышит. Хот-хот-хот. Слушайте как он. Симоновский холстов. Вон коллеги. Вот там да. Супрец. В том году брал. Ну всё покидаем здесь. Кранки что ли? Я не знаю. Больше пока не знаю чё делать. Мельцы кругом. А ямы неизвестно где. Ну хокк... Обои. Обои. На зиму-ные. ха-ха-ха-ха лобастый! Вау! Кразавчик! Сейчас отпусти, сейчас отпусти... Иди于... Так, ну вот, калу CoCo 25giving надо его освободить но братишка ты ударил так ударил пока не дергайся личный удар получил удовольствие вот что могу сказать так фотика нету придется так но район 45 давай папка спасибо спасибо тебе отлично ну это было очень неплохо вот я могу сказать да классика жанра как говорится под кустами рядом с берегом ну ладно хоть какой-то позитив пробовал продолжаем нашу рыбалку пришел я подальше тут коряги и вообще весь берег затопленных деревьях будем пробовать вымутить кого-нибудь если кто-нибудь тут есть оп так сейчас ну-ка давай от солям уже сегодня ушли что нас дальше ждет неизвестно опа ну вот отсюда видно в принципе видно где глубина где мель ну что приступим к номинации джек в общем вот там бровка надо ее перебросить и через нее таскать там уже глубина так что как можно дальше попытаться кинуть работать будем с киорой морковного цвета груз 24 грамма первый заброс не особо далеко лед надо ослабить крутой берег вот она точка моей мечты понеслась на самую бровку не знаю не знаю вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Почти вот такие живут, да, Содор, вот так вот всё, очень неплохо, ха-ха, так потащил, да, с берега, блин, не добросить до суда, Бл***, что-то опять тащит, что-то, забагрил, да, стерлик, стерлик, Ну вот, вот всё, клюёт на вятке, на максхват, вот шила, стерлядочка, забагрилась, всё, да, забагрил стерлядку, ну, конечно же, мы её отпустим, потому что размерчик маленький, да, так очень круто, в принципе, так на яме вставать, рыбачить, это вот рыбалка, от берега, там отрывать воблеры, это, это, слепо, вот тут, песяно, одно такое, тунг-тунг, он так штукает, ха-ха, стерлик, ну да, забагрил, забагрится она, так она получается, как бы, подпыла к рыбке, типа там, что за фигня, и ты её так, шлоп, так, я поставлю другой воблер, шубовой, так, погоди, стой, так, народ, короче, стерлик маленького размера, Федор, покажи, вот такая штука, мы её отпустим, конечно, давай, свободу попугаем, вот на максхват 115, клюёт стерлик, было бы сантиметров хотя бы 40-45, можно уже на уху взять, так что Фёдор сегодня очень отличился, да нет, у меня ничего такого, я в Японии вообще не сделал, ну там чё-то есть, на, посмотреть чё-то есть, максхват 65-й только есть, но он слишком мал, да, тут, тут швал, тут как бы рыба, тут куда-то, понимаешь, можно тупо тут встать, и на одном месте всё ловить, можно ненормально сюда капать, даже здесь, хотя тут полтора метра, есть такие пространства, так, на обоблении здоровые, ладно, у меня же есть, япония, репрайзер поставлю, только у меня плавает, в принципе, на кексике он, я думаю, заглубится хорошо, да, всё, надо пробовать всё, вот так выпила, встаёшь и ловишь, всё, рыба же она, ну ушла, куда потом опять пришла, правильно, пони, есть сайт степ, магнум есть, можно просто тупо поворону поставить, или киогу, так, чё я туплю, пожалуй, я на этот спиннинг там заряжу жигу, на как раз эти головки-то остались маленькие, вот под тот-то спиннинг не подойдут они, а под этот самый, а то, глядишь, что-нибудь будет из этого, опять же, было? Охренеть, крутое место, запомни его что-то, запомни его, молодой и красивой, а ты говоришь, макс-хват, ель-молодца, передумал менять мне, может, лирцеп, всё может, не-не, если же происходит, то эта поклёвка макс-хват, он нормально, он же кормуха, вон как, а я сейчас буду на джигухле, куда? Ну, а я классику жанра поставлю, киога, лаки-гром, и 18 грамм, у меня 5-20, я думаю, будет чувствовать, что очень шоколадо, но водяной, ну, дай мне эта рыбку, я мою не в силе, сегодня только Фёдора, так любишь, очень круто, сейчас Фёдора, я кидаю, о-о, вот это да, сейчас я обжигую тут, как следует, всё, посмотрим, как страйкер подвигу, так, ну, пом Ma, да, set mакс-хват, не гуна и на 21 ст. Ага Ууууууууууа Первый заброс, киога По моему тоже это же самая Это жерех, жерешок на киогу, ты возьмешь его? Жерех на киогу, ты можешь себе представить, он на дне сидит, ну-ка дай-ка мне его Нет, не отщепляй, просто так, давай у меня рука, вот она Так, народ, ну чё, жерешочек, клюнул на киогу, просёкся, просёкся очень круто Я, конечно же, таким малышам дарую свободу Позови папку, пожалуйста, будь другом, давай Пыви, пыви, ну пыви Ооо, блин, вот это кайф, ха-ха-ха, я разговаривал киогу Рыба-то оказывается клюёт Да, мы как дебилы там лазили по этому, по берегу, представь, мы тут встали и пять часов выловили Чё бы было, ты можешь себе представить? Рыба клюёт всякое причём Так, ребята, всем здорово Короче, закончили мы рыбалку Ну, в принципе, началась она вообще хреново Лично вот у меня Часа на три я вообще ничего не мог А, два часа я не мог понять Потом поймал головля Фёдор там в корягах Поймал шучку Грамм на восемьсот И судачка где-то грамм шестьсот В общем, так вот Ну, вообще, как бы Те точки Прошлогодние С берега не работали И мы что-то подумали Подумали Поплывём-ка мы Куда-нибудь На лодке Куда-нибудь Вообще, да И мы выплыли Встали на свал И дело пошло Всё там судачка Потом забагрил Эту Стерлядку Потом я на такие дела Поставил киогу С первого заброса Взял Жерешка Вот И потом нас с грузом Унесло И мы эту точку потеряли Короче Лодка у нас Не для течения Блин И не для сплава Но она для сплава Да Так что Из сегодняшней рыбалки Мы сделали Такие Неплохие выводы Очень Тачественные Да Я думаю В следующий раз Мы поедем Сразу На точку Встанем на яму Только не на эту А на ту дальнюю Где глубина Там 5 метров Если мы до туда Догребем Прикиньте Нам мотор нужен Блин Лодка и мотор Да К следующему лету Обязательно надо взять Короче Вот Так что Давайте Всем мир Чтобы всё Короче Я сделал один Вот Рыбалка Она только начинает Осенняя Рыбалка только начинает Просто Там где мы с утра Её увидели Там её не было Вот Так что В общем Давайте До скорых встреч Я думаю Что Ещё Порыбачим Субтитры